всем друзья привет выехал я сегодня прогуляться решил немного разведать место копа где мы копали последние разы тут немного с последнего дня когда мы были поменялось все и расцвело зеленая прибор не взял конечно с собой что наверно зря вот кстати не зря вот такой вот у нас трос здесь но наверно закопанный хотя может и на поверхность тросика тут нормально вот он мотанный чуть-чуть закопанный попробуем домкратами может и выдернем вот маленький возможно это от него краешек идут по такому холму здесь ее скорее все тащили сейчас пройдем до края здесь вот столб какой-то пасынок все в принципе тут уже край сожалению вот здесь вот вода возможно там что то есть сейчас я перейду на другую сторону а а Ну что, друзья, выбрался я сегодня на рыбалку. Сегодня у нас выходной, вышел я на речку около дома, ролики уже про нее были, рыбка вроде плещется, не знаю, попробую, покидаю спиннинг, пройду здесь небольшой участок и посмотрим, что есть, что нет. Сейчас у нас идет нерестовый период, ловить буду вот на такие резиночки. Также в этом сезоне прикупил новую плетеночку. Вот здесь у меня, если не соврать, по-моему 300 метров. Вот такая плетенка, брал ее на Алике. Цены, в принципе, приемлемые. Ссылочку на плетенку оставлю в описании. Посмотрим, как она себя покажет. Ну сейчас ставим насадочку. Это у меня прошлогодняя еще висит. Здесь я на нее не буду. Здесь такое дно не очень... В общем, легко оставить. Много всяких коряг на дне. Камни, покрышки, всякий мусор. Так что, сейчас поставлю резиночки и попробуем, простукаем дно. Вот у меня такой запасик. Есть вот такие прозрачные, еще не пробовал на них. Такие вот. Также крючок, вот второй номер. Вот такие есть поменьше. Такие есть. Ссылочки на все приманки буду оставлять в описании. Переходите. Заказывайте. У нас сегодня сильный ветер. Не знаю, что получится со звуком. В общем, ну все, разбираюсь и пробуем. У нас уже комары вовсю воюют. Комары лютые. Я особо ничем не брызгаюсь от них. Вот брызгаюсь только от клеща. Но сейчас ветер сильный, вроде их раздуло. Вот смотрите, была какая-то проводка что ли. Вот она туда идет. Вон через деревья ее. И там, кстати, пасынок стоит от столба. Скорее всего, была какая-то проводка. И вот она пошла туда. Возможно, если по ней прогуляться, будут попадаться столбы. Там вон, кстати, разрыто. Наверное, пасынки дергали. А вот здесь вот, смотрите, костровище. Вот здесь вот переночевать в самый раз. Место хорошее. Но место такое... Жутковатое. А здесь я, походу, уже выхожу к речке. Да, друзья. Вышел. Запнулся. Чуть не навернулся. Вышел к реке. Первый, друзья, минус. Вот намотал полную бобину. Советую, чтобы она была намотана чуть больше краев, чтобы легко отматывалась. Наматывал дома без натяжки. И, в общем, она цепляется. И борода, получается. Надо тяжелую блесну закидывать подальше и перематывать ее, чтобы натяжка была. Вот, видите? Опа! И борода. Плетеночка у меня получается 0,06. Поставил тоненькую, чтобы более легкие приманки ставить. Вот, с желтой, с желтым цветом. Хорошо, что это видно. Вот там получился у меня узел похода. Не, наверное, надо чуть-чуть сматывать. Вот, видите? Вот, друзья, такой ручеек тут. Интересно, рыба есть, нет здесь? Вот, видно, какие-то сооружения стояли. Попробовать перейти на ту сторону. Сооружение ненадежное. Сапоги у меня не глубокие. Вот я и на другой стороне. Видал здесь. И тут мусора полно. В прошлый раз ходил, видал здесь какой-то металл на этой стороне. Но тоже есть смысл пробежаться с металлоискателем. Вот какая-то бочка. Мог бы вот здесь перейти спокойно. Вот, продолжаю идти по берегу. Вот еще трос. Что это, получается? Двадцатка где-то. Тоже закопанный. Ну, сколько там можно вытащить? Идем дальше. Ну, а здесь вот такой вот металл попался. Раньше диван что-либо. Материал сгнил. Остались пружины. Ну, а что? Тоже металл все-таки. Тут вот доска какая-то сколочена. А тут вот такой вот обрыв. И дупло. Дятел выел. Ну, все. Отмотал я несколько метров плетенки. Ну, все равно она так. Сейчас попробуем. Уже получше. Рыба плещется. Хорошо плещется. Сейчас, наверное, на мушку бы вот попробовать покидать. Но хищник, мне кажется, неактивный пока. Сейчас еще плывет вот этот пух. А вон там, вон, хорошая яма. Вот как раз вот заливчик такой. Там у меня не раз обкусывала воблера. Бывает, щучка заходит хорошая. А тут мелко. Вон, видели? Плотва гуляет. Сейчас на плотву сезон такой плотвенный. Надо с удочкой. Опять у меня борода. Размотать ее. Ну, вот тут тросами-то можно пополнить. Этот трос, конечно, я в прошлый раз уже нашел. Но тоже его тут нормально можно выковырить. Идем дальше по этой стороне. И что, иду я до сих пор по лесу в поисках находок. Пока, к сожалению, ничего не попалось, кроме надоедливых комаров. Вот и выбрил я на такое место. Уже вижу проволоку какую-то. посмотрите. Здесь опечь. Что она тут делает? И здесь столб фонарный. И вон там я вижу фонарь. Как мы находили фонарь освещения. Представляете, в лесу было сюда подведено освещение. Насколько здесь было все это серьезно сделано. Вон он, фонарь. Проводов нету, конечно. Столбы мощные. Смотрите, какие столбы бетонные, такие более современные. и вот здесь вот наверное стояла сама драга. Большой участок. Здесь был забор. Вот он из колючей проволоки забор. То есть территория. А там вообще какие-то развалины. Блин, походу я на какое-то интересное место попал. Уже вижу, вон трос лежит. Смотрите, печка. Печка. Здесь стояло какое-то здание, скорее всего, деревянное, потому что ни пола, ничего нету. Все сгнило. Смотрите, какая печка интересная. Тут какие-то каналы. Я, конечно, не печник, может, это все так и надо. Блин. Ладно, что, я обследую сейчас это место. Вон там тоже какие-то вот тут место открытое, блоки какие-то. Вот здесь вообще вот он, столб тоже стоял. освещения самого столба нету. А вот здесь уже что-то рыли. Что-то здесь вырыли хорошее и крупное. Стояла тоже печка походу. Блин, очень жалею, что не взял прибор. Теперь все равно придет сюда ехать, проверять, смотреть, все-таки есть, нету. Вот так бы прошелся, да уже бы знал. Вот, друзья, просто вышел в поле. Смотрите, друзья, шел и нашел металлом. Такой вот мусор у нас в реках. Ну что, друзья, накидался я, наловился. Поклевок нету. Ну, в принципе, я ничего не ожидал. Сейчас еще рановато куда-то со спиннингом выходить. Рыба еще не такая активная. Ну, все равно отдохнул. Места здесь красивые. Конечно, немного замусорено все. Рыбаки, конечно, тут за собой оставляют следы. Ну, все, на этом заканчиваю. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому как. Все, всем удачи и пока. пока.